Горячий хэтчбэк Hyundai Veloster N долгое время располагал только механической коробкой передач. Теперь в ассортименте модели появился восьмиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями. При разгоне до сотни двухпедальный Veloster N на полсекунды быстрее своего собрата с классической механикой. Еще одна особенность новой версии Hot Hatch, увеличенная на 2 см передняя колея. У двухпедальной N есть электронный ланч-контроль, подрулевые лепестки для переключения передач, а также специальный режим для трековых заездов. Активировать гоночную программу можно вручную, а можно довериться электронике, которая умеет распознавать спортивную манеру езды. Роботизированная версия Veloster мощнее механической. При этом инженеры внедрили режим Overboost, который на 20 секунд увеличивает максимальный крутящий момент. Еще одна новая опция – заказные кресла-ковши. Их отличают уменьшенная масса, интегрированные подголовники, комбинированная обивка плюс светящийся логотип подразделения N. И роботизированная коробка, и полугоночные сидения уже доступны для заказа, но только на рынке Южной Кореи. Вскоре доработки получит американская версия хэтчбека, а затем их примерят родственной Hyundai i30N. Ford Focus 3 станет последним поколением модели, у которого была версия RS. Для четвертой генерации заряженное исполнение не планируется. Как рассказали представители Форда, разработка быстрой машины стоила бы слишком дорого, поскольку RS пришлось бы отвечать жестким эко-нормам. В качестве возможного решения проблемы рассматривалась электрификация Focus, но этот способ отвергли из-за маленьких тиражей ход хэтча. В честь полувекового юбилея копейки компания Lada Sport построила точную копию первого гоночного ВАЗ-2101. На таком же автомобиле советские пилоты сотворили сенсацию на марафоне Тур Европы 71 года. Гонку дистанции 14 тысяч километров единичка закончила на втором месте абсолютного зачета, оставив позади автомобили именитых брендов. Голубая копейка не сильно отличается от серийной машины. Внешне отличить раллийный автомобиль от стандартного можно по наклейкам и дополнительной люстре. В плане техники переделок тоже было немного. Карбюратор заменили на итальянский Weber, в подвеске появились амортизаторы Kony, а в багажнике дополнительный бак. Разумеется, о самом юбилее автоваза мы обязательно расскажем, но чуть позже. Редактор субтитров А.Семкин